40 вопросов и только одна минута на ответ по такому принципу проходит географический диктант во всей России. В Сарове на базе пятой школы собралось более 200 человек, чтобы проверить знания по этому предмету. В этом году диктант разбили на две части. В первую вошли 10 простых вопросов, которые основаны на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошло более 30 сложных заданий. Вопросы там рассчитаны на сообразительность и умение логически мыслить. Возникали сложности в некоторых вопросах, так как все эти задания были для, можно сказать, для всех возрастных групп. Некоторые вопросы были направлены на людей, которые именно занимаются географией, а некоторые были общими. Были простые, были сложные, были на логику, на сообразительность. Сейчас вышел, думаю, ошибки две, три есть. Географический диктант в России по инициативе Владимира Путина проводится в пятый раз. С каждым годом количество участников возрастает. 2019-й стал самым масштабным среди мероприятий прошлых лет. С этого года акция приняла уже международный масштаб. Присоединилось очень большое количество стран зарубежной Европы, Азии, Африки. В Нижегородской области, насколько мне известно, участвует где-то семь площадок. Самым главным является университет имени Минина, географический факультет. Диктант составляли в четырех вариантах. Первый для зарубежных стран, второй для инвалидов по зрению, третий для проведения диктанта онлайн и демонстрационный вариант. Все они на двух языках – русском и английском – и равны по степени сложности. Вообще эта акция приурочена, скажем так, больше к популяризации географии как науки. Ну и, наверное, еще и проверяется знание географии жителями нашей страны. Узнать правильные ответы на тесты можно будет 1 ноября на сайте Российского географического общества по уникальному номеру, который присвоили каждому участнику. А 29 ноября организаторы подведут итоги и выявят самых эрудированных географов. Их список появится на официальном сайте географического диктанта. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО24.